С Владимиром Соловьёвым Болтанности, раздолбанности У нас вообще кто за студию отвечает? У нас вообще есть люди, которые готовят Студию к эфиру? Что-то заходят, проверяют? Или это каждый раз одно и то же? Как это вообще всё понимать? Это неплохой характер Это технология Вот когда Ты не можешь работать в нормальных условиях Ты естественно Выдаёшь разного качества продукта А тебе нечем воевать Ты выдаёшь разного качества продукта Когда ты не можешь стоять у станка У тебя что-то не так Разного качества продукта Поэтому качество начинается с мелочей, с деталей Поэтому так интересно показывать Что происходит, как происходит Где недодумали, где передумали И видеть вот такие Внутренние, любопытные Моментики Вообще сейчас такое время, когда Я наверное стою проведу эфир Потому что иначе работать просто совершенно невозможно Молодые люди Зайдите кто-нибудь, сделайте свою работу Хотя бы сейчас, правильно? Так, от одного я избавился Теперь по крайней мере Будет чем заняться всем остальным Так, наверное, слышно плохо Зато видно хорошо Но если мы не можем подготовить студию То давайте я буду вас стоя вести эфир Давайте как-то по-другому все наладим Сейчас мы замену стула проведем Чтобы Собчак был о чем рассказать в эфире Собчак же занимается только тем, что с утра до ночи Смотрит наши эфиры И у себя пишет Нет, а что иногда отвлекается на беседу с Рамзаном Ахматовичем Который потом у себя выкладывает И так мол Ой, мне страшно Я бегу из России Мне страшно А зачем это все, да? Скрестила пальцы, чтобы проверку начали По сообщениям в СМИ Иначе пойду сама Ну, с Богом Где Бог и ты, тварь? Про какого Бога ты говоришь? Безбожная мразь Осквернившая церковь Своим якобы венчанием Ты вообще о чем? Чудовище! Для чего вообще вся эта истерика вокруг того, что Сын Кадырова взял и надавал оплеух Подумку осквернившему Коран Вы что думаете? Она реально озаботилась судьбой Этого несчастного мальчика Который сжег Коран И которому они башку отсекли на площади Нет Ужасные преступления Которые совершил 15-летний сын Рамзан Ахматович Тем, что оставшись с ним один на один Надавал ему оплюх А тот, испугавшись Не стал вовсю там биться в ответ Говорит, нет А закрыв Лицо руками Ну дальше увидели Рамзан Ахматович выложил И говорит, что Пожалуйста Если суд решит, что Адам виновец Значит он понесет наказание По всей строгости закону Адаму 15 лет Поэтому очевидно, что Суд должен быть соответствующим И в это влезает Собчак Для чего она делает? Для чего эта тема она раздувает Как главную тему в стране? Рамзан Ахматович Кадыров Не скрывает Выкладывает видео Понимает, какая будет реакция Не оправдывает своего сына Говорит Если он приступил к закону Ответит по закону Законопослушный гражданин Российской Федерации Государственный деятель Герой России Всю свою жизнь посвятивший В борьбе с шайтанами Вот вы идете по улице С женой С детьми С мамой На вас нападают Начинают оскорблять Ваших детей Вашу маму Вашу жену Вы Будете говорить Пойдем, пойдем Ничего страшного Я потом напишу на него Заявление в полицию Или вы Как мужчина В эмоциях Дадите Просто так Что кулак загудит И будете биться За свою семью За ее честь А дальше Что будет То будет Суд Будет разбираться А у нас нет права Защищать себя В рамках закона Конечно Конечно В рамках закона Закон никто не отменял Вот что было понятно Закон для всех И Рамзан Ахматович Кадыров Это сказал Если мой сын виноват Он ответит По закону И так же Тут мне пишет Один кретин Который скрывает Себе Под разными Псевдонимами Вот сейчас скажу Как он там Компликата Это что Получается Все можно избивать Нет Перед законом Все равны Нам присоединяется Андрей Францович Клинцевич Глава Центра изучения Военных и политических конфликтов Военный эксперт Андрей Францович Приветствую Что думаешь Глядя на происходящее К чему Все идет Ну мы с вами Четко понимаем Что главное Что готовит Укронацист Это испортить Настроение Путина В день его рождения Поэтому очевидно Именно к этому дню Они попытаются Завести все возможные Ракеты Чтобы нанести удар По Крымскому мосту У них же фетишизация Крымского моста Ну Скажем так Последние заявления Нашего Военно-политического Руководства О том что Переговоры для нас Этот вариант Пока неприемлемый По крайней мере На тех условиях Которые нам навязывают И то что Мы не собираемся Оставлять вот эту Незаживающую рану Они вселяют конечно Такой оптимизм Что мы действительно Будем двигаться вперед Но меня очень Волносит Ну как бы Радует наверное Тот факт С какой скоростью Мы стали Адаптироваться К новым условам Введения войны Что стало полной Неожиданностью Для запада Их представление о том Что мы Тупые орки Которые ничего не могут В любом случае Надо побеждать И все переговоры Могут только об одном О безоговорочной Капитуляции Укрнацистов И их Англосаксонских Спонсоров Спасибо большое Андрею Францовичу Мы конечно Живем в уникальное С вами время Когда все Тайное Становится Ясным И Не всегда То что Становится Известно Нам нравится Но от этого Это не перестает Быть реальностью Вообще Необходимо Перейти Наверное К Политическому Прагматизму И В первую очередь Вопрос Что выгодно нам И как мы Это можем достичь И прекратить Каждый раз Вот На цыпочках На цыпочках Так Сейчас у нас В эфире Джеффри Сакс Директор института Земли Колумбийского Университета США Как поживать утром? Отлично Обед на самом деле Я в Пекине сейчас Хорошо Отлично Здорово Я должен признать Что мы живем В очень интересное время Не стоит Российская агрессия Это уже недостаточно Мы должны говорить Непровоцированное И Шестокое И это ничего Не имеет общего С реальностью Особенно Что касается Непровоцированной реакции Как вы отметили В вашей статье Но при этом Довольно странно Что Реакция Американских Политических Ридеров И журналистов Вообще На самом деле Не имеет связи С реальностью Они говорили То что Путин планировал Разрушить Украину На самом деле Никогда это не происходило В России Знаете Они ожидали Что они Захватят Украину Киев За 36 часов Это вообще Никогда не было Отмечено Путином Либо Каким-либо Официальным лицом Из Минобороны России Каждый раз Когда американские Политические лидеры Что-то Говорят Это вообще Никакого отношения К реальности Не имеет Кажется Что они Сражаются С какими-то Своими Образами Своей собственной Голове Да Знаете Кто-то мне пишет Каждый день Практически Говорит То что Президент Путин Отказался От права Украины Существования И Я отправляю Эссе И говорю Почему Вы просто не прочитаете Просто повторяете То что уже Были говорили Знаете Президент Путин Отметил То что Что делают Украинцы Это их право Исключительно Это Не то Как это рисуется На западе Но это не обсуждается Это не анализируется Наши Издания Практически Просто Закрыли на нас Глаза Но знаете Украинская Катастрофа Это Лишь начало Знаете То с чем Мы столкнемся Я говорю С моими Друзьями Они провели Время на линии Соприкосновения Боего соприкосновения Они говорят Что это не Вторая мировая война Для России Это Больше Такой Войнный конфликт Между Финляндой И Советским Союзом Мы лишь На начальном Этапе Вот этого Сложного Периода Нашей Мировой истории Время мира Окончено К сожалению Спасибо большое Джеффри Для меня Большая честь И очень приятно С вами поговорить Спасибо большое За ваше интервью Погода И время Голован Скажем мы так Чтобы нашим Британским Американским Слушателям Было удобно Или поможем Нашим индийским Друзьям Джеффри Учи-учи Пригодится Ну вот мы видим Что собственно говоря Действительно нам Это дело пригодится Тем более Учитывая Такую Враждебную позицию Германского государства По отношению К нашей Матушке России Ну ладно Да бог с ними Значит Что касается Наших атмосферных дел То Сейчас у нас На улице Погода Миллион на миллион На небе Не облачко Синее Синее Небо Яркое Солнце Миллион на миллион Миллион на миллион Миллион на миллион